Читаю интересные новости и просто в некоторых моментах ухахатываюсь. Ну вы знаете, что 24 июня в Турции будут досрочные выборы президента и партии, другие партии, для всей партии начали свою предвыборную агитацию. Вот свои силы будет пробовать на предвыборной арене. Партия называется «Хорошая партия» и «Партиси». Одним пунктом в ее предвыборной кампании является снятие блокировки Википедии в Турции. Сейчас справочка, для тех, кто не знает, Википедия заблокирована в Турции. Я сначала страдала, очень долго страдала, сейчас как-то так смирилась. Да, не берусь других в точках, но, конечно, это большая была потеря. Ну, так как я все еще не гражданка Турции, принять участие в выборах я не смогу. А так обязательно за нее бы проголосовала. Мне кажется, это вообще отличное, хотя бы что-то конкретное. Ну, хоть оно такое смешное, невероятно, но что-то конкретное. Молодцы ребята. Доброе утро. А у нас появился очередной вопрос от будущего посетителя моего отеля. Девушка спрашивает, мы приезжаем рано утром в 6 утра, возможно ли ранее заселение в отель и сколько это стоит? Лично в нашем отеле такая услуга предоставляется, если вы при покупке тура указали оператору и он сделал пометку на вашем бронировании. То есть мы заранее знаем о том, что вы приедете рано. Опыт показывает, что такие пометки почему-то туроператор из России, в частности, Анекс, не делает. Либо гостя не просят, либо они по какой-то причине не делают. Не делают, может потому что вы не просите, может потому что вы не знаете, но дело в том, что когда вы уже приехали в отель, если комната готова, если она убрана, вам, конечно же, ее дадут. А если нет, особенно в горячее время, то нужно будет подождать. Вообще эти пометки к резервации это очень полезная штука. То есть, например, если вам нужно какое-нибудь особое заселение или вам нужна специальная комната, например, для инвалидов, это все можно указать в примечаниях к бронированию, ну, чтобы вы знали. Обычно, как правило, вот если вы приехали, допустим, в отель в 6 утра, в наш отель, то, к примеру, к 10-9, возможно, такое, что комната будет убрана и это будет бесплатно. То есть, проблема-то не в деньгах, проблема именно в комнате. Также девушка спрашивает, нам нужна будет в комнате дополнительная кровать и горшок. По поводу горшка, сразу скажу, в нашем отеле City Star Resort мы горшки не предоставляем, вам нужно будет его везти с собой. А дополнительная кровать, я так понимаю, для ребенка, она будет поставлена в соответствии с вашим бронированием, то есть, например, два взрослых и маленьких ребенок, естественно, это будет дополнительная кровать. Ну, если не хотите, мы не будем ставить, об этом нужно заранее сообщить перед заездом. Если у вас поздний выезд, то есть, вечером или ночью, то есть такая услуга продление комнаты до 4 часов и до 8. Первая стоит 25 евро, вторая стоит до 50 евро. Возможности продления вы можете узнать, подойдя на ресепшн после завтрака, в день вашего вылета и узнать. Если комната будет свободна, если у нее никто не приедет, то вам такая услуга, конечно же, будет оказана платно. Дополнительная кроватка предоставляется бесплатно, горшка у нас нету. Детские коляски у нас тоже предоставляются бесплатно, то есть, вы, например, берете утром и вечером возвращаете, вы у себя ее не держите, вот на таких вот условиях. Пришла в гости, и кто-то готовит, а я смотрю. И на самом деле я тоже помогаю, мы сегодня готовим достаточно бюджетный турецкий ужин по местным меркам. Это будет салатик, это будет основное блюдо и еще одно блюдо. Сейчас сестра моего мужа расскажет вам, что же мы будем готовить. Туанчик соль или не пищ или дес? Булгур пиловы. Биде салата, сона таза посоли. Башка? Айран. 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 А мать недавно проснулась, поэтому на голове такой праздник. Ну вот. Сейчас мы приступаем к готовке булгура. Это, так сказать, рубленая пшеница. И покажу, что для этого нужно и расскажу. Здесь у нас маргарин, подсолнечное масло, обычное масло, помидорчики, нарезанный лучок. Сейчас мы это все будем обжаривать. Потом мы добавим рубленую пшеницу, которая, наверное, вот она тут ждет с водички. И это все потом кипяточком и будем варить. Салат у нас будет обыкновенный. Здесь вот немножечко зелени. Огурец, помидорчик. Потом туана режет еще перец. Туана, кстати, левша. Вот, будет очень вкусно. Далее мы сюда добавили томатную пасту. Вот такую пасту. И обжариваем. Забыла Сэм сказать про томатную пасту. Она очень-очень важна в турецкой кухне. Ее кладут в любое блюдо, ну, кроме, наверное, сладостей. Спустя 3 минутки вот уже как начинает выглядеть наше месиво. Вот такая зажарочка, чем-то похожее на лечо. Вот, скоро будем добавлять уже следующие ингредиенты с водой и закрывать-накрывать. Ненавижу резать лук. Ненавижу. Ненавижу. А этот человек обожает. Человек левша. Нужно очень-очень мало резать, тоненько. А вот и наша пшеничка, предварительно побывавшая в кипяточке в небольшом объеме. Сейчас мы смешиваем тем временным. Здесь у нас кипяточек. Мы ей зальем. И это каша. Каша будет, наверное, минут 10-15-20 вариться. Посмотрим. Вот, вода уже здесь. Мы добавляем специи, соль. Помешиваем, конечно. Вот не знаю, какие специи она еще будет добавлять. Башка бахрадку и ярмсы? Она еще что-то будет добавлять. Человек не может прийти пакет, а, зубами. Ну да, удачи ему. Я не была в этом дворе всего лишь, может быть, 3 месяца. А здесь уже вон какое строительство развернули. Здесь до этого был вообще конкретный пустырь. Я не знаю, что это будет. Но вряд ли это какой-то один дом, наверное, будет несколько. Она будет готовить традиционный напиток. Айран. Вот, для этого мы берем йогурт. Ну, в принципе, готовить его не сложно. Она всегда лучше, когда готовят другой, а не ты. Я у нее спросила, сколько ты ложек йогурта положила. Она говорит, я, говорит, не помню. Потом мы добавили ложечку соли. Что это все делаем? Если вы собираетесь поехать в Турцию и задали вопрос отелю через сайт TopHotels.ru, не ждите ответа, потому что TopHotels заблокирована территорией Турции. Вот такая вот фигня произошла. Субтитры сделал DimaTorzok